Я сегодня буду рассказывать не про продажи и не про даже CRM, а я хочу больше поговорить про людей и про сервис. Я такой выбирал кейс, который за 20 минут я ложусь рассказать, поэтому сегодня мы будем разговаривать про кротов, про алкоголизм, про людские всякие беды, которые сталкиваются у богатых людей. И я сегодня буду говорить про то, как плохо им жить и как мы им в этом помогаем. Сразу хочу сказать, что мы занимаемся консалтингом и это не совсем школа, потому что мы такой директор по продажам в аренду. Нас привлекает, когда необходимо взять полностью под себя управление процессами в компании, продажами, сервисом и вот мы в постоянном формате практически сами это все реализовываем. И вот у нас был очень необычный кейс, который я решил как раз и поделиться, что Арсений сказал, что надо именно кейс. Кейс про загородную жизнь. Скажите, пожалуйста, кто живет в загородном доме? А кто хотел бы жить в загородном доме, в таком большом, возле реки, в лесу за миллион долларов? А? Отлично. Вот я сегодня расскажу вам, как это реально происходит, потому что я пробовал. Это такие излишки моей работы, когда надо все практически прожить. Хотя я сейчас тоже живу в доме и за городом, но правда не здесь, не с миллионом долларов. В чем есть главная такая картинка, которую мы все время воспринимаем? Вот тоже такие продавцы же, когда продают дом, они же нам как описывают, и как мы это видим в фильмах. Дом, классный газон, речка, свой пляж, мы выходим, мы выходим там с просека, с виски. У нас нет никаких проблем, мы понимаем, что все круто, все красиво, дом классный, у нас стоит красивая машина и все хорошо. Но те, кто живут за городом, знают, что есть небольшая сложность с тем, как жить именно в таких условиях, потому что в реалии, купив дом, допустим, за миллион долларов, мы выходим утром во двор к себе, смотрим наш газон, наш газон зарос, и он желтый, и он начинает портиться. Мы понимаем, что что-то здесь не то, пытаемся как-то сами косить эту всю траву, ищем по рекомендации, потому что их нету, нормальных ребят, которые бы смотрели за этим домом. А потом через какое-то время мы выходим и смотрим, что там такие кучки земли, и мы понимаем, что на нас напал крот, мы расстраиваемся, берем что-то выпить, идем садимся возле реки, нас зажирают комары еще в три дня, и мы возвращаемся ближе к дому, и понимаем, что все вот здесь будет сейчас хорошо, и вечером пришли гости, и прилетели с леса осы, которые облюбовали какое-нибудь дерево возле нас. Жить плохо в таких домах, поэтому радуйтесь текущим своим квартирам, в которых вы живете. Но я расскажу просто про то, как это делает наш клиент, с которым мы работаем, это Riviera Vivas, это проект Dragon Capital, в котором очень сильно решили упростить и сделать такую а-ля гостиницу на 100 гектарах леса, в которой люди, покупив дом, получают сервис. Это все очень просто звучит. Я купил дом, я хочу платить ежемесячно какую-то сумму денег, условно такое, знаете, как коммунальный платеж, я хочу, чтобы мои какие-то проблемы и задачи решались. И, казалось бы, для сервисной компании все очень просто. Нужно слушать, что просит клиент. Клиента же много бабла, поэтому очень круто, он что-то попросил, у него есть деньги, мы ему это сделали, и он это выполнил. Нам попросили прийти и сделать сервис-деск, о котором я сегодня где-то буду это все рассказывать. И как в целом выглядит организация? Это такая упрощенная система, потому что я люблю, когда все очень просто, и когда бизнес-процессы я помню наизусть. И сегодня будут такие реальные скрины, которые я буду там опять же с вами делиться. И вот если вы посмотрите, есть сервис, а есть производство. Производство – это, знаете, когда для того, чтобы управлять таким городком, необходимо еженедельно вывозить достаточно десятки фур травы, которые косятся и вывозятся. Это необходимо иметь технику, это нужно высаживать деревья. Это, в общем, человек 20-30 в сезон, которые задействованы в постоянке. То есть они работают ежедневно. И это очень дорого, и это действительно необходимо все обслуживать. И вот здесь возникает такая задача, когда вы платите деньги, и вы хотите чувствовать, что то, что вы заплатили, выполнили. Вы выходите, и у вас чистая дорога, ровный газон и так далее. И это одна сторона. А другая – это когда вот вы же сидите, и вам хочется, чтобы вам привезли воды, не знаю, дров, еще каких-то, не знаю, выполнили любые какие-то ваши пожелания, и тоже хочется куда-то позвонить и написать. И как это происходит обычно в жизни, я знаю достаточно много, опять же, похожих проектов, обращаются к, знаете, там есть отдельный лесник, есть отдельный охранник, есть отдельный человек, и все его дергают, все звонят на мобильный телефон. И отследить выполнение качества таких услуг невозможно. И в целом мы решили на базе вот этого проекта сделать какую-то такую стандартную модель, как это выполнять дальше. Мы для себя разделили, что есть только две услуги, которые могут быть. Это или жалобы, это когда я оплачиваю, и что-то не выполняется, или дополнительная услуга, которую я могу заказать и получить ее в ответ. И вот эти каждую из двух услуг мы решили для нее прописать некий отдельный бизнес-процесс. Вот перед вами весь бизнес-процесс, который мы написали для этой компании. В нем написано, что необходимо делать с каждой задачей, которая бы не пришла. Чем это полезно? Тем, что я могу посадить условно любого человека, который супер неподготовленный, который сядет за компьютер и который просто сможет проследить при помощи системы CRM действия, которые необходимо делать с каждой из заявок. И я сейчас покажу, как это все дальше выглядит. Но основная задача, которая здесь должна решиться, это упростить и ускорить решение вот этих всех задач, потому что их достаточно много. И снова-таки кейс, который я сегодня рассказываю, является скорее таким интересным, но это можно применить опять же в каждой компании, потому что мы это применяем даже у девелоперов, с которыми мы работаем. И теперь вот смотрите по бизнес-процессу. В чем основной смысл? Я получил запрос клиента, и я этот запрос клиента получил в самой системе CRM. И я должен послать, ну давайте так, отправить клиенту на некий аудит человека, который будет этим заниматься, который сможет оценить причину. И если я понимаю, что это типичная причина, я могу этот аудит пропустить и перейти сразу на некий отдельный этап. Это формат канбана. Это когда условно мы как в Тойоте, как у Форда, на каждом из неких этапов имеем определенную задачу, которую мы двигаем вправо только тогда, когда по ней выполнены определенные действия. То есть есть чек-лист на выполнение каждой задачи. И вот по этому канбану мы двигаем все задачи в нашем сервис-деске. И в зависимости от того, это жалоба или услуга, происходит некий отдельный цикл. Почему мы любим жалобы, потому что мы можем их выполнить и все-таки убрать негатив. А почему мы еще больше любим сервисные задачи, потому что это всегда деньги. То есть каждый из этих услуг заканчивается тем, что нам в компанию поступает очередной платеж, который мы принимаем. И вот на этой всей основе был построен, мы это реализовали в решении Зоха. Это Зоха Деск. Дальше вам будут рассказывать про Зоха CRM. И я думаю, что вы больше об этом узнаете, тем более она попала в эти все метрики, которые сделал Bittrex. Но основа, которая здесь реализована, здесь сидит каждый сервис-менеджер, который этим управляет. И вот тут еще вторая задача, которую я хотел сказать. Когда мы начинаем принимать эти заявки, мы можем их быстро отправить в производство. То есть отправить тем самым исполнителям, которые это будут выполнять. Но вот тут начинается основная проблема. Люди, которые это выполняют, получив зарплату, на 2-3 дня пропадают. Уборщики, получив зарплату, 3 дня не выходят на работу. Ровно пока то, что им жена не забрала, они пропивают стабильно. Найти других людей в окружении достаточно сложно. И вот эти вещи, которые ты в бизнес-процессе никогда в жизни с офиса не пропишешь, пока не приедешь и на это не посмотришь, не поучаствуешь в этих совещаниях, никогда не получится. И поэтому необходимо было делать так, чтобы они получали эти задачи в удобной для себя форме. Поэтому я, как, например, сервис-менеджер, контролирую весь процесс. Но вот тот процесс, который уже выполняется исполнителями, рабочими, он контролируется другим образом. То есть заявка попадает в некую систему учета ресурсов. Там ее распечатывают на неком таком листике бумаги. Менеджер, сотрудник берет этот листик, идет, выполняет, приходит и приносит. Ему так комфортно, и мы условно используем некий гибридный подход. Теперь, как это выглядит внутри? То есть получается, что за время работы клиентом, с клиентом, каждую заявку мы фиксируем. Фиксируем автоматически, я дальше это тоже покажу. И каждой заявке мы ведем всю историю. Все звонки, все сообщения, все мейлы, все вайберы, телеграммы, которые у нас происходят по конкретному этому запросу с клиентом, они автоматически попадают в систему. Таким образом, когда клиент потом говорит, я вас просил, а вы этого не сделали, мы всегда можем откатиться и найти причину, почему и как эту всю задачу исправить. И в этой же истории мы потом накапливаем количество, чего хочет клиент, чего он не заказывает, и даже предугадать некий спрос или предложить, если мы понимаем, что 80 человек что-то покупает, а 20 не покупает, то предложить это как некий уже единый стандартный продукт сервиса. И снова-таки есть банальная аналитика в режиме реального времени, когда я как условно руководитель могу наблюдать, что происходит прямо сейчас, сколько зашло задачи и контролировать, что каждая задача, которая поступила к нам в сервисную компанию или в сервисный отдел выполнена четко и снова-таки конкретно. Теперь про заповедь, где я бы, наверное, хотел остановиться немножечко дольше. То есть есть правила, которые мы, вот по примеру того, как мы это делаем в продажах, мы перенесли в процесс здесь. Я сразу там еще поднимался перед этим вопрос про то, как меняется команда после внедрения CRM. Так вот у нас она поменялась на 50%, и при том на 50%, которые не сотрудники, а выше. И это было такое основное, наверное, сопротивление руководства меняться, и поэтому мы меняли уже их. И вот здесь вот я такую маленькую ремарку хочу проговорить, что большие бизнес-процессы, большие правила, куча вот этих стандартов. А кто имеет в компании прописанные стандарты и правила? Я так полагаю, один человек. Ну, могло еще пять поднять. Очень мало кто прописывает правила, а те, у кого они прописаны, их не используют зачастую. Потому что если мы их не помним, мы их и не делаем. И поэтому мы вводим всегда такие заповеди, которые интуитивно понятны каждому, потому что каждый из нас, а здесь мы сейчас пройдем параллель с сотрудниками, которые… я нормально к ним отношусь, но, скорее всего, они немножко ленивее к этому относятся. Мы с вами на протяжении рабочего дня реально думаем до 10% времени. Все остальное время мы на навыках, мы ведем себя полуавтоматом или вообще на автомате. И именно из-за того, что мы не контролируем свои действия, а это так, это тот же нейромаркетинг, о котором говорили, мы, получается, никогда не сможем делать то, что нас просят. Мы постоянно думаем над рутиной. И если говорить про вот эти заповеди, они полностью могут быть использованы и в продажах, в CRM. Это когда каждое действие с клиентом, которое мы делаем, мы ему позвонили, он к нам пришел, он нам позвонил, мы заканчиваем назначением следующего действия и ставим это в календарь. Это мало кто делает, я не буду спрашивать, опять же, делаете ли это вы, но если мы это делаем, мы тогда контролируем, управляем всей ситуацией. Снова-таки была всегда проблема, знаете, когда клиент подошел к кому-то из сотрудников и говорит, а можешь вот тут вот сейчас покосить газон, а потом прийти ко мне. И мы сбивали весь ритм, весь график полностью работ, и поэтому мы запретили им браться за работу, которая не поставлена в задаче, в календаре, которую не принял условно там некий вот этот наш контакт-центр. И вот эти правила, задача только, которая получена условно на бумажке или условно зафиксирована в системе, это стало некой основой контролировать каждую выполненную работу и не перерабатывать. Теперь по поводу календаря. В календаре была такая ситуация, когда я помню приехал, и ребята убирали на газоне после урагана деревья, и вокруг вот этих двух или трех человек, которые это собирали, стояло человек 10, которые им рассказывали, как им это сделать. То есть приехала вся администрация, приехали все топы, и всем это рассказывали. То есть это такая истинная картинка. Если вот посмотреть на то, как проводится часто время в компании, у нас много совещаний, у нас много каких-то действий, но мы это все не фиксируем в календаре, поэтому мы тоже ввели такое банальное правило. Я думаю, для вас точно, что все фиксируется всегда в календаре. Если этого в календаре нет, значит, я свободен. То есть если в моем календаре сейчас окно, я свободен. И коммуникация в Зоха. Мы перестали обсуждать устно, мы перестали писать письма не Зоха, потому как все, что мы делаем с клиентом, должно быть зафиксировано в некой единой системе, в карточке, в определенной истории для того, чтобы опять же таки убрать человеческий фактор. Если вдруг я там где-то заболею, а клиент не будет знать, почему у него чего-то нет, он может позвонить в компанию, ему ответит любой человек, что с его заявкой и что происходит. И по поводу прозрачности. Бывают такие случаи, когда мы пишем что-то, и это что-то нечаянно может увидеть клиент. Ввиду того, что мы никогда не знаем, что может произойти, у нас есть всегда такое правило, где бы мы что ни обсуждали, мы всегда это обсуждаем так, чтобы это мог прочитать клиент, без вот этих вот фраз в стиле там опять этот звонил, или там вот этот тварь опять от меня чего-то требует, или вот это там, знаете, там клиент мудак, ну и так далее. То есть мы это пытаемся всегда искоренять и оставлять. Теперь по поводу экосистемы, что, наверное, являлась самой большой задачей потом. Когда есть понятный процесс, как с ним работать, необходимо это все увязать в некой общей экосистеме. И я здесь показал, что фактически мы взяли всю телефонию, все звонки, все email, все чаты, которые мы увязали для клиентов. Мы им предложили по любому из этих каналов связи нам писать. И когда они нам пишут, у них автоматически срабатывает интеграция, и мы им начинаем отвечать, и они могут полностью коммуницировать с нами так, как им удобно, а не так, как условно удобно нам, и когда мы просим их там отправить письмо, и на это письмо не отписываемся, или мы просим нам позвонить, а у нас никого нету, и у нас срабатывают долгие IVR. Это может позволить себе большая компания, но для маленькой это, и тем более в данном случае это точно не может быть. И если говорить про то, с чем это все интегрируется, все эти заявки попадают обязательно в Zoha. Zoha интегрируется с Google, в которой мы перевели всю компанию, все эти почты и календари, и все вот эти заявки дальше поступают на производство, где есть система учета времени, когда мы планируем всех сотрудников для того, чтобы понимать, когда мы делаем плановые работы, косим газоны, режем деревья и боремся с кротами, и когда мы выполняем какие-то отдельные задачи и засаживаем там, я не знаю, сады нашим клиентам. Это пример того, как выглядит внутренний портал для клиента, когда он может зайти и посмотреть все свои заявки в нем внутри, когда он может оставить новую заявку там же, он может зайти с мобильного приложения. Это то, что мы пока тоже двигаем. Здесь основная информация, здесь он опять же таки может скоммуницировать, как ему удобно. Это то, что было самой большой нашей войной, потому что нам пришлось действительно компанию, которая работает там в экчендже, в аутбуках, на серверах, и в которой, знаете, когда всегда сталкиваешься, у нас аутбук, но у всех сотрудников есть еще личный Gmail, в котором все создают какие-то документы, календари, и поэтому мы сразу предложили, чтобы мы не дублировали информацию, не накапливали секретную на самом деле информацию в тех источниках, которые мы не контролируем, сразу перевести в удобную систему, и в этой удобной системе собирать все данные и не давать им возможность распространяться. Потому что вы же понимаете, что есть люди, действительно на некоторых напали осы, и они не хотели бы, чтобы кто-либо узнал, что на них нападали осы, или у них были какие-то определенные сложности с животными. И это такой как завершающая цель, которую я хотел просто проговорить. У нас, когда все это закончилось, это было много саботажа, я переехал на время, жил там для того, чтобы это все как-то мы довели, мы сами набрали всю оставшуюся команду, и вот мы столкнулись с такой интересной уже как финальной мыслью, когда акционеры сказали, что мы теперь понимаем, зачем мы существуем. Мы просто закрываем заявки. Чем больше мы закрываем заявок, тем больше нас любят, и тем больше отдельно мы можем зарабатывать денег, для того, чтобы эта сервисная компания существовала. Потому что в большинстве управляющих компаний это такой убыточный бизнес, он не приносит деньги, он не окупается сам по себе, всегда инвестор это вкладывает, это используется больше как маркетинг. И задача всегда все-таки сделать его прибыльным. И у меня есть 20 секунд на вопросы, если они будут про кротов. Валентин, привет. Скажи, пожалуйста, как бороться с соблюдением заповедей сотрудниками? То есть что происходит, если сотрудники не выполняют? Каким образом, какие санкции, какие меры применялись и так далее? Ну, первая санкция, мы уволили всех, кто жестко саботировал. Это была первая, самая лояльная, я считаю. То есть штрафы это плохо, а увольнение это всегда хорошо. Вот. Если говорить про второй инструмент, который нам помогает в этом, это все, кого я показывал, директор, все производство, абсолютно все посажены на процент. То есть все зарабатывают определенную сумму денег. То есть система мотивации расписана под каждого. И я понимаю, каждый в системе понимает, что если я сегодня получил заявку, моя задача ее максимально быстро сдвинуть, потому что это все фиксируется, и там уже ждут. И если я ее сделаю некачественно, то с той стороны ее примут, скажут, что она некачественная, вернут не назад. И опять же таки, каждый из сотрудников вот этой цепочки может условно, чисто меркантильно для себя контролировать всех других. Спасибо большое, Валентин. Благодарю тебя. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!